Март 1917 года запомнился в Харькове зимними вьюгами и толпами демонстрантов. Свершилось. Свергнут кровавый царизм. Да здравствует свобода и где-то даже демократия. Радовались обыватели. Теперь чайная колбаса будет не 30 копеек за фунт, а не иначе как 20. Появится в волю всего и дешевле, чем прежде. А затем и иной клич. Даешь учредительное собрание. И прибавилась к говорунам-демонстрантам категория говорунов новых, агитаторы по выборам в это самое собрание. Особенно запомнился харьковской публике эсеровский агитатор Яков Блюнкин. Запомнился своим актерством с изрядной долей истерики. Лучше всех описал его в те годы Мариингов. Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Был хвастлив, труслив, но в общем милый парень. Конец цитаты. Так что же привело в Харьков Якова, он же Симха Янкель, Блюнкина, Одессида, бывшего приказчика, спекулянта и приятеля знаменитого Мишки Япончика? Привела, как ни странно, политика, ну и кое-какие финансовые делишки. По заданию партии эсеров, который состоял с 1915 года, Блюнкин – агитатор в Харькове, где почти искренне борется за идеи временного правительства, раздражая местных большевиков и финансовых спекулянтов. Но Родина зовет, и в январе 1918 года Яков совместно с бандитом Мишкой Япончиков формирует в Одессе первый революционный добровольческий железный отряд. В числе новых знакомых интереснейшие люди – матрос Железняков, командар Муравьев, анархист Дубман и тогда же первый известный скандал с изъятыми из банков миллионами рублей. 20-летний смышленный юноша становится командующим Третьей Украинской Советской Армии, успешно разбежавшийся при наступлении австро-венгерских войск. Ее остатки удачно бандитствовали в районах Славянска и Лозово. Экспроприировав 4 миллиона рублей, Блюнкин просаживает деньги в Харькове, откуда его изгоняет наступление немцев и частей Центральной Раты. Весной 1918 года он в Москве и сразу же возглавляет охрану ЦК партии левых эсеров. Поступает в ЧК его устроитель Эртман, известный чекист, поэт, по совместительству член контрреволюционного союза защиты Родины и свободы, английский агент и один из главарей анархистов Москвы. Да, кто только не стоял у истоков ЧК. Через Яково совершаются странные финансовые операции, в которых тем или иным боком участвуют руководители большевиков немецкой и английской разведки, командующие Восточным фронтом Муравьев, германский посол Мирбах. А дальше начинается странная история под названием левоэсеровский мятеж. Чекист Блюмкин убивает посла Мирбаха. Отряд эсера Попова задерживает Феликса Дзержинского. Непонятные бои, которые неясно, кто начал. То ли эсеры, то ли большевики. Арест ЦК партии левых эсеров, а по сути, конец самой партии. А как же Блюмкин? А он якобы бежит из-под ареста и работает в Петроградском ЧК под фамилией Владимиров. Как вспоминала жена наркома Луначарского, Ленин тогда отдал приказ. Убийц Мирбаха искать. Очень тщательно искать, но не найти. Приговоренный к расстрелу Яков активно работает в ЧК, участвует в спецоперациях на территории Украины, создает партизанские отряды, готовит покушения на Гетмана Скоропадского. Вновь работает подпольно в Харькове, Киеве и Одессе. В 1919 году ему организуют явку с повинной, оправдывают и уже официально возвращают на службу в ЧК, параллельно принимая в коммунистическую партию. Но армия Деникина идет на Москве. Блюмкин работает в особом отделе 13-й армии и даже командует 79-й бригадой. И вновь служба в освобожденном от белогвардейцев Харькове. С марта 1920 года Москва. Он слушатель Академии Генерального штаба Красной Армии на факультете Востока, где прилежно изучает персидский, арабский, пушту, китайские языки, наречия народов Тибета. Становится куратором и лепшим другом Есенина, Марингофа, Маяковского и многих других поэтов и писателей. Спектр его работы странен и удивителен. Комиссар штаба Гелянской Красной Армии во время восстания в Иране. Уполномоченный при Беллакуни во время Крымской резни после захвата Таврии Красной Армии. Участие в подавлении Тамбовского восстания и восстания в Грузии. И серьезная работа с оккультистами Барченко и Генрихом Меббесом. ГПУ изучает способы воздействия на массы, возможности предсказаний, еще более страшные оккультные вещи. Скажете, чепуха? Может быть. Но данные материалы засекречены и сегодня в свободной и демократической России. С 1922 года Блюмкин – личный секретарь Троцкого. Что не мешает ему быть политическим представителем ОГПУ в Закавказье. Помощником командующего войсками ОГПУ там же. И участвовать в новых невероятных операциях. Палестина, Фамир, контакты с эсмоэлитами, еще более странными сектами и орденами. Цейлон, Индия, арест и легкий побед. Возникает подозрение, что Якову покровительствуют не только руководители большевиков, но и некие более могучие силы. И, наконец, участие в тибетской экспедиции Рейха в 1925 году. Мало кому известно, что религийный мыслитель и его жена числились в ОГПУ агентами. И принимали участие в странных, мало кому понятных операциях. Интересно, а их творчество также вдохновлялось Москвой. Но за фасадом удачной работы произошло падение хозяина Троцкого. Его высылка за границу и смена акцентов работы спецслужб. В 1929 году Яков заедет к опальному хозяину и привезет в СССР его письма. Была ли это собственная инициатива или начало новой операции, нам не узнать. Блюмкин будет арестован и быстро расстрелян по личному приказу Сталина. Невзирая на протесты многих руководителей ОГПУ, создавалось впечатление, что Иосиф Исарионович начинает борьбу с некой страшной силой и резко меняет курс партии большевиков. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...